Друзья, всем доброе понедельничное. Я просматривала свое видео одно, где я рассказывала про женщину на банкомате, которая уступила место, и вызвала страшное удивление ее на этом. Она сказала, что в основном люди не уступают, и еще и гадости всякие говорят. Я на этом видео рассказывала об этой ситуации, рассказывала о ситуациях в больнице, когда не уступают друг другу место, они терпеливы и так далее. И вспомнила вот тоже недавно. Делали ему покупки с Дамиром. У нас было много покупок за нами. Был парень, не русский, у него была только кола. Я говорю, у тебя только кола? Он говорит, да. Я говорю, ну, проходи. Он очень удивился этому, спасибо, сказал. А вообще, вот часто замечаю, что я стараюсь всегда уступать в таких ситуациях. Вот, смысл человеку стоять, ждать, пока мы сделаем покупки на целую семью, да, если у него какая-то одна или две позиции. Я тоже как-то уступила парню, да, у него была кола и хот-дох. Смысл ему стоять, а у него там уже друзья прошли в другую очередь, здесь стоят, его ждут. Ну, смысл, он сейчас быстренько купит и побежит с друзьями как бы перекусывать, да. Смысл ему стоять, ждать, пока я сделаю покупки на всю семью нашу, да, то есть коту, ребёнку, мужу, мне там что-то, на ужин, там продукты, вот. Стоять, ждать, пока вот смысл. Человек купил и побежал себе дальше. И ему приятно, он не задержался, да, не стоял в очереди. И мне приятно, что... То есть я человеку уступила. Дамир. Так, Дамир зашёл. Я уже сбилась, что говорила. И как бы мне приятно, да, что человек не будет стоять, вот это ждать, ну, доставила человеку радость, да. Духота, аж дышать тяжело, если честно, насколько на улице жарко. Хотя должен скоро дождик пойти, но у нас это такая вот ситуация, постоянно сменяющаяся. То ливень, то ужасная жара, вот. И во время ливня тоже очень жарко, парка, поэтому это такое. Вот. Но бывают и не очень приятные моменты, когда ты человеку уступаешь, а он тебе даже спасибо не говорит. Ну. И никак это радостно, то есть невоспринимо. То есть для него это, ну, ему пофигу. То есть прошёл такой, знаешь, ещё и, знаете, чуть ли не вызрался, тебя сверху на голову, чуть ли не ногой тебя пнул. Это неприятно. У тебя ж язык не отвалится сказать спасибо. Я это, конечно, не для спасибо делаю, вот, а просто, то есть у меня свой там позыв какой-то души. Ну, это некрасиво, это нехорошо, неприятно, когда даже спасибо не скажут. Мы вчера смею не запускали. Мы вчера собирались запускать смею, но мы пошли покупать вентилятор, акулу, вот эти бальзамчики для губ. Вот. А потом мы отнесли вентилятор, акулу и прочее домой. И мы, например, вышли запускать такие змея воздушного. Но мы потом вспомнили, что ели мы в последний раз утром, днём, где-то так, вот. А уже, как бы, дело к вечеру, к ночи, вот. Уже было около восьми вечера, я что-то и есть так резко захотелось, потому что из-за духоты мы не очень хорошо кушаем, потому что, ну, не лезет. Вот. В основном пьём. Пьём воду, газировку пьём со льдом, вот. Постоянно очень сильно хочется пить. Вот. Заболеть, в принципе, нет. Мы не болеем, если что, от воды со льдом. Чай тоже со льдом, кофе со льдом, всё со льдом. Заболеть, нет. В принципе, не заболеваем, наверное, по той причине, что очень сильно жарко и как бы, ну, тело охлаждается. То есть тепловой удар тут заработать в нашем климате очень запросто. И солнечный удар тоже. Даже когда вот вечереет, всё равно ходим в кепках, всё равно ходим в очках, потому что солнце очень ядрёное здесь. Здесь загораешь очень быстро. Вот. В основном у меня, правда, руки загорают. Вот. Где-то вот так, да. Потому что, когда дождь, я на себя накидываю крутёжку, вот какую-то там. Мир тоже. И здесь, в принципе, до июля дожди. А потом начинается пекло. Весь июль, август, сентябрь. Вот. Дикое пекло будет. На море мы обычно выходим где-то с середины июля. И до конца августа, в начале сентября это такая вот пора, когда мы постоянно на пляже. Вот. Пляж, море. Пляж у нас видно из окна квартиры. Пляж. Видно кораблики, видно море, волны. Вот. То есть так вот мы удачно здесь живём. Никогда не хотела, честно говоря, и не мечтала жить возле моря. И вот случилось. Мы-таки здесь уже живём больше двух лет. С Дамиром Володя живёт практически три года здесь. Вот так. Да. Почти три года. В августе будет три года, как Володя живёт здесь. Мы сюда переехали в феврале. Вот. Попозже немножечко. Вот. Что хотела ещё сказать. Значит, змея мы так и не запустили, потому что мы пошли кушать. Было где-то 19.50. Мы пошли в KFC. Дамир захотел поесть прямо в кафешке. Пока мы покушали. Время уже было 20.50. Мы зашли домой. Мы были дома минут 15. Попили воды. Оставили вещи. Потому что Дамир не докушал. Вот. И я говорю, не насилуй себя. Я говорю, давай оставим еду дома. Всё нормально. Дом потом доешь. Мы оставили еду дома. Попили воды. Тут Володя позвонил. И мы где-то в начале 10-го вышли опять на улицу. Уже темнело. Я говорю, давай уже всё поздно. Уже темно. Змея не будем запускать. Говорю, запустим змея завтра. Сейчас просто сделаем покупки. Прогуляемся по огонёчкам, по красотам, как говорит Дамир. Он когда был маленький. Он очень любил ходить гулять и смотреть на огонёчки, когда вечерело. Я говорю, и называл это красотами. Вот, говорю, пойдём сейчас погуляем по красотам. Вот. Сделаем покупочки. Купим себе что-то на завтрак, на ужин, фильм смотреть. Ну, не на ужин уже. Вот, что мы обычно покупаем с ним. Просто мы в KFC поужинали, по обеду ужинали. Мы купили себе что-то там, чтобы лёгенького, дымку и так далее, что лёгенькое уже. Фильм сидеть смотреть. И вот на завтрак себе купили покушать. На ужин на сегодня. Сегодня в KFC мы не планируем заходить. Поэтому ужинать сегодня будем дома. Вот. На обед у нас супчик. Я там два очень вкусных супа приготовила. Один овощной. Просто вот овощной, да, зелёный супчик с зеленью. А второй супчик я приготовила свекольник. Дамир очень любит. Борщ напоминаю. Дамир любит свекольник. Вот. Я свекольник, честно говоря, не очень люблю, а ребёнок любит. Вот. Ну, вот такие вот мы мамочки, жёны не всегда готовим то, что мы любим, и для семьи, как бы, да. Вот. А многие блюда, которые там, винегрет, например. Володя готовлю, сама не ем, я не люблю винегрет. Вот. Борщ, конечно, люблю. Ну, вот сварила вот так вот ребёнку. Побаловать то, что ему вкусно. Разнообразие. Вот. Поэтому купили вот что на завтрак, что на ужин нам, что на просмотр фильма, свеженького чего-то захотелось. Вот. Вот так на обед у нас супчики. Вот. И прошлись домой. Всё. Резвия сегодня будем запускать. Вот сейчас пока дождя нет, уже вечереет, потому что днём на улицу выходить очень тяжело. У нас где-то уже в 7.30 ужасное пекло. Ну, до 7.30 выходить гулять, это такое себе дело. Вот. Поэтому, поэтому вот так вот. Поэтому мы сейчас в основном выходим гулять вечером. Вот. Потому что днём мы выходим, и всё. И сразу становится плохо. Сердцем всё. Духота, жара невыносима. Завтра, конечно, придётся днём выйти гулять, потому что завтра мы днём едем по делам с Дамиром. У нас встреча, у меня встреча на 3 часа. Поэтому Дамир едет со мной. Это как бы ненадолго. Вот. И мы собираемся сходить ещё в городской парк погулять. Погулять, посмотреть, что там вокруг. Вот. Снимаем вам видео, покажем, как там и что там. Дальше, что хотела. Дальше, дальше, дальше. Значит, сегодня 11 июля, но пришли такие праздники, как день Ивана Купала. прошёл праздник, прошёл праздник, день семьи, любви и верности. И прошёл день Посейдона. Вот. Поэтому мы в честь этих праздников идём тоже погулять, потусить. Вот. Мы их не отмечали все вот так вот по отдельности, потому что сейчас Володя в отъезде, он ехал в командировку на 3 недели в Тюмень. Поэтому мы сейчас сами, поэтому отметим все празднички уже, когда он приедет. Вот. Ну, вдвоём с замерщиком посидели, покушали фруктиков. Вот. Всей факт отметили. И вот пойдём змея запускать. Вот так. Вот такие вот у нас делишки, вот такие вот у нас планушки. Вот. Вот так вот. Ночь так интересно вышла. Володя уехал. Как раз тот день, когда мы, получается, поехали в океанариум. Он должен был с нами поехать, но, к сожалению, так получилось, что не получилось. Вот. Но мы договорились, что мы поедем ещё раз в океанариум уже все вместе. Вот. Семейной вылазкой, семейной прогулкой. Потому что мы, скорее всего, это будет в августе. Потому что в августе мы планируем поехать снова в этот самый, снова во Владивосток. Мы планируем посетить своих друзей, знакомых. Вот. Планируем поехать, мы вообще по делам, но совместить деловую поездку с развлечениями. Планируем заехать снова в океанариум, посетить остров Русский, сходить к друзьям. Хотим сходить в парк, на аттракционы. Вот. На колесе обозрения покататься, на качелях, на лошадках. Вот. Всё, всё как положено у обычных семейных людей. Вот. Очень, кстати, тоже такой момент, очень мне не нравится, когда некоторые там, ну, что в принципе блогеры, что вот какие-то обычные там люди, да, ну, кто не ведёт блоги, да, просто даже вот среди своих знакомых, когда рассказывают, вот как-то пытаются напустить, напустить вот так вот на себя пуху, да. Хотя, ну, ребят, самое у нас у всех, у многих самая обычная жизнь. Вот. Я никогда не пыталась напустить на себя пуху. Я обычная женщина, у меня ребёнок, муж, кот, школа, кружки, работа, учёба, вот. Не пытаюсь на себя напустить пуху, ну, вот. Какие-то увлечения и так далее, да, то есть какие-то хобби, спорт. Так же, как и у всех, обеды, ужины, мытьё посуды, стирки, глажки, общение с родственниками, гости, ещё что-то. То есть всё, как обычно, всё, как и у всех людей. Те же какие-то болячки, я не знаю, там, первые морщины да кривые зубы, да, какой-то там, лишний вес, с которым пытаешься бороться, ещё что-то. Всё как у всех людей. Ужасно раздражает, когда люди пытаются напустить на себя пуху, на пустом линии, на пустом месте. Очень интересно, когда люди, которые, реально там, звёзды какие-то, да, которые там, голливудские, оскароносные и так далее, да, которые на себя пуху не пытаются напустить. Смешно, когда какой-нибудь Вася Бубкин на себя пытается пуху напустить, да. Это реально очень смешно выглядит, ну, блин. Вот. Вот такие пироги. Вот так вот. Вот так вот. Люблю наблюдать, даже вот в плане блогеров, люблю наблюдать за обычной жизнью людей, как там, я не знаю, бабушки с внуками гуляют, там, я не знаю, молодые семьи, как там они гуляют, уроки делают, покупки делают. Очень устаешь от вот этой вот мишуры, мишуры, которую кто-то пытается на себя напустить, нагнать, и хочется видеть простого, обычного, человеческого, доброго. Вот. Давайте не забывать, кто мы есть в первую очередь, и пуха на себя лишнего не надо напускать. Я не говорю стереться прям до простоты, но и как бы, ну, зачем, зачем, как бы, зачем вот это все. Вот. Так что давайте будем проще, и народ к нам потянется. Все. Пока-пока-пока, до новых встреч. Я пойду собираться, потому что сегодня у нас запуск воздушного змея. Если он запустится, вот этот стиль на улице сейчас, ну, я буду надеяться, что там в районе сети-центра, что там сейчас будет ветер. Вот. Будем на это надеяться. Вот. Потому что тут тоже не везде одинаково, да, есть места, где прям вот достаточно ветрено. На том же пляже достаточно ветрено, поэтому. А ну ветерочек потихоньку поднимается, сейчас по этому посмотрим. Будем надеяться, что там ветерок будет, и все-таки змей запустится. Потому что наша первая попытка его запустить, закончилась тем, что он растелепался весь этот змей воздушный. И Дамир просто его елозил по асфальту. Он не полетел. Потому что была жара, и был штиль. Хотя мы тоже находились в этот момент возле воды. Мы будем надеяться, что хотя бы сегодня он полетит. Хоть разочек пусть полетит-то. Хоть какая-то попытка должна обязательно увенчаться успехом. Мы просто на днях гуляли на сити-центре, и там кто-то запускал змея. Не знаю кто, не видно было, кто запускал, потому что человек был за зданием. Но видно было самого змея вверху в небе. И мы очень надеемся, что сегодня мы будем запускать змея, и что у нас сегодня тоже все получится. Все, до новых встреч. Спасибо, что поболтали со мной. Целую, люблю, бывай. Итак, пока.